Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы BookInform в студии Татьяна Романюк. Как всегда, в субботу мы напомним вам о самых главных событиях недели ушедшей и расскажем о новых, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Добрососедский вектор. Сегодня в город Анвугом прибыла делегация парламентского собрания Союзного государства. Открытие Российского центра науки и культуры в Бресте. Представительство Россотрудничества расширяет географию своей работы. Дело повторников. На днях в городе прошло очередное открытое судебное заседание. Олимпийский день. Юные спортсмены выразили в рисунках свою любовь к здоровому образу жизни. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Сегодня в городе Бресте проходит 46-я сессия парламентского собрания Союза Белоруссии и России. В ее работе принимают участие ведущие политики двух государств, а также представители постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств. Депутацию Федерального собрания во главе с председателем Государственной Думы России, председателем парламентского собрания Сергеем Нарышкиным встречали утро в аэропорту города Бреста председатель Палаты представителей Национального собрания, первый заместитель председателя парламентского собрания Владимир Андрейченко, чрезвычайный полномочный посол России в Белоруссии Александр Суриков, а также губернатор Брещен и Константин Сумар и ряд представителей облсполкома дипломатических миссий. Программа дня весьма насыщена, а потому график расписан буквально по минутам. Одно из первых официальных мероприятий участия руководителей и членов делегации в заседании Совета парламентского собрания. Далее заседание 46-й сессии. В рамках заседания рассматривался ряд вопросов, посвященных 70-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Организационные вопросы, связанные с изменениями в составе парламентского собрания, а также ряд других не менее актуальных и важных вопросов для двух стран. Мы не случайно выбрали 21 июня, не случайно выбрали город Брест местом проведения сессии парламентского собрания. Накануне такой священной даты, 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны и вместе в Бресте, где собственно война для Советского Союза начиналась, Брест был первым городом, крепостью, который первым принял на себя удар немецко-фашистских войск и в течение долгого времени сдерживал. Сегодня на заседании мы рассмотрели ряд вопросов и организационного характера, и творческого. Ну, прежде всего, речь идет о плане мероприятий по подготовке к празднованию 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 70-летия Великой Победы. Мы видим сегодня, что в отдельных государствах власти приходят националисты, нацисты, радикалы, и мы этого не можем допустить. Поэтому наша святая обязанность защитить вот эти наши завоевания, и мы вот эти вопросы сегодня рассматривали на сессии парламентского собрания. Безусловно, второе направление важнейшее – это создание условий, будем говорить, комфортных условий для проживания ветеранов Великой Отецной войны. Многое, безусловно, по этому направлению сделано, но пока ничего, на это тоже было обращено внимание. Особенно, что касается вопросов увековечения памяти погибших в годы Великой Отецной войны. Следует отметить, что в рамках столь представительного форума прошли заседания профильных комиссий парламентского собрания, где точечно говорили о самых насущных моментах сотрудничества, будь то экономика, военная отрасль, либо информационная политика. Я и сегодня на заседании комиссии сказал, что Третья мировая война давно уже началась. Она вошла в очень активную стадию, она информационная. И мы сегодня должны очень серьезно все понимать, что очень многие вещи сегодня делаются больше словом, чем оружием. Оружие уже шлифует некие принятые вещи, слова. Мне пришлось много слышать средств массовой информации украинских. Когда я был в Крыму, и я видел, когда там просто идет сплошное вранье. И вдруг я для себя сделал вывод, что, слушай, прожив столько времени, ты даже не представляешь, что значит телевизионный ящик и как он влияет на людей, на умы людей. Там люди закодированы, там подменены понятия, там брат с братом ругается, сестра с сестрой, сын с отцом расходится, исходя из этих вот идеологических представлений. Там извращается любая правда. Ведь все, что произошло на Украине, попытались опробовать в Республике Беларусь. И у них это не получилось. Потом попробовали Россию, не получилось. Они осуществили на Украине. Они вернутся. И сегодня, проводя эту сессию, мы понимаем, что информационное обеспечение – это ключевая вещь с точки зрения борьбы в современной войне. Ключевая. В ночь с 21 на 22 июня союзные парламентарии примут участие в памятных мероприятиях, которые состоятся в мемориальном комплексе «Брестская крепость. Герой по случаю Дня всенародной памяти – жертв Великой Отечественной войны». Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. В продолжение темы. Политика сближения двух братских народов в историко-культурном векторе. Сегодня в Бресте состоялось официальное открытие Российского центра науки и культуры при поддержке Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству. На торжественной церемонии открытия присутствовали делегация Парламентского собрания Российской Федерации и Республики Беларусь, а также представители городской и областной вертикали. О приоритетных направлениях работы нового центра узнаем из сюжета Виктории Драгобецкой. Открытие Российского центра культуры и науки в Бресте ждали давно. К слову, единственное представительство разосотрудничества подобного плана находится в Минске. И вот сегодня на базе Генерального консульства РФ в нашем пограничном городе появился еще один оплот российско-белорусских гуманитарных связей, которых на всем посредском пространстве насчитывается 60. Появление Российского центра науки и культуры в Бресте – свидетельство нового принципиально качественного уровня в укреплении и развитии сотрудничества двух государств. Этот центр открывает принципиально новый этап в нашей работе, где однозначным приоритетом становится пространство содружества независимых государств, и где мы переходим от демонстрации флага на уровне столиц к реальной повседневной работе уже на всем пространстве гуманитарном, которое, безусловно, объединяет наши страны и наши народы. У Россотрудничества на этот и на следующий год уже есть программа действий, где Брест – только первая отправная точка. Эта программа действий утверждена президентом Российской Федерации. Всего по миру в течение трех лет будет открыто 11 новых точек, 11 российских центров науки и культуры. Из них 9 в СНГ, и только одна страна в этих 11 точках представлена дважды. Это Белоруссия, это сегодняшний Брест, и это Гомель, еще один российский центр науки и культуры, который мы предполагаем открыть в следующем 2015 году. На торжественной церемонии открытия присутствовала делегация парламентского собрания Союзного государства, представители городской и областной вертикали, а также русского общества в Бресте. Слова приветствия и поздравлений в адрес почетных гостей прозвучали от руководителя области Константина Сумара. В своем интервью губернатор региона подчеркнул необходимость развития и поддержания социокультурного и образовательного пространства в рамках Союзного государства. На Брест сегодня проживают граждане более 70 национальностей, в том числе парадка около 7% это русские. И мы всячески содействуем тому, чтобы, живя далеко от своей исторической родины, каждый из них чувствовал себя здесь комфортно, уютно, и чтобы каждому было здесь также жить уютно, как и для своей родной семьи. Я думаю, что по-другому и быть не может, потому что ведь у наших народов общая история, общая духовная культура, ценности, культурные традиции. Патриотическое воспитание, а также организация проведения мероприятий, направленных на формирование позитивного восприятия победы в Великой Отечественной войне и преодоление исторического забвения подвига наших народов – вот приоритеты направления работы Российского центра науки и культуры в Бресте. В помощь жаждущим окунуться в научно-культурный мир центра, библиотека, учебно-методический материал русского языка и другие ресурсы отделения представительства Российского сотрудничества в Бресте. Новый центр открыл свои двери как для выпускников белорусских вузов, так и для преподавателей. Учащиеся могут здесь восполнять небольшие пробелы между программами белорусскими и российскими для поступления в российские вузы. А для преподавателей мы будем открывать и дистанционные, и очные курсы повышения квалификации. Вы знаете, с возникновением дистанционных технологий – это, конечно, здорово. Но очное общение, глаза в глаза, оно никогда не заменит никакими новыми информационными технологиями. Поэтому мы все будем стараться проводить либо здесь у нас, на нашей площадке, либо мы будем инициировать это на других площадках, в площадках которых в городе достаточно. Те, кто интересуется Россией, ее историей и культурой, могут воспользоваться услугами информационно-образовательного центра «Русский музей. Виртуальный филиал», а также электронным читальным залом президентской библиотеки имени Ельцина. Имея в своем арсенале такую огромную материально-техническую базу, нет сомнений, что Российский центр культуры и науки в Бресте будет пользоваться большой популярностью и станет своеобразной площадкой для плодотворного сотрудничества двух стран. Виктория Дрогобедская, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. На повестке дня июньского заседания Брестского областного исполнительного комитета стояли четыре вопроса, охватывающие разные сферы и направления социально-экономического развития региона. Инвестиционная деятельность, работа с подведомственными промышленными предприятиями, коммунальная форма собственности, сфера здравоохранения, а также работа идеологического актива. В каждой из вышеперечисленных областей народного хозяйства есть как положительные тенденции, так и проблемные моменты, решения которых сегодня необходимость. Насколько грамотно в настоящее время проводится привлечение иностранного капитала и какая связь существует между идеологией и экономикой. Ответы на эти и другие вопросы в следующем материале выпуска. Тему продолжит Анастасия Стропко. Эффективность инвестиционной работы на Брещене – первый вопрос июньского заседания Брестского областполкома более чем актуален. Сухие цифры статистики говорят о том, что работа в этом направлении по сравнению с другими регионами ведется достаточно активно и успешно. В 2013 году было зарегистрировано 29 инвестиционных договоров на общую сумму в 2,2 трлн белорусских рублей. А в 2014 планируется завершить проекты по 35 договорам наиболее успешного домоотношения областной центр в аутсайдерах Пинский район. Стоит отметить, что область неплохо выглядит на общереспубликанских показателях. Мы на четвертом месте. В целом по области за 4 месяца удельный вес затрат на оборудование составил 30,1. Это немаловажный показатель, который именно говорит о качестве инвестирования. Безусловно, это несколько ниже, чем итог прошлого года, 42,4%. Но до конца года ситуация здесь также изменится. В лучшую сторону и показатель будет больше, нежели чем даже по прошлому году. Одна из основных проблем в данном вопросе – затягивание сроков. Из 178 зарегистрированных в области инвестиционных договоров по 65 были заключены дополнительные соглашения. В подавляющем большинстве предусматривающие увеличение времени их реализации. И виноваты в этом, как правило, обе стороны – и инвесторы, и представители органов власти на местах. Часто последние, вместо того, чтобы вникать в суть дела и стараться не только привлечь, но и сохранить инвестора, останавливают свою активную деятельность на этапе составления списков земель, участков или объектов, пригодных для освоения. Притом, зачастую и они требуют серьезной доработки, являясь поверхностными и непроработанными. Мы должны ответить сегодня себе на вопрос, почему рад инвестиционных проектов мы как-то уже стали периодически относить сроки выполнения. И когда начинаешь анализировать инвестиционный проект и причину переноса, например, удлинение был, инвестиционный проект должен был исполниться в течение трех лет, просите на 3,5 года или на 4 года. И когда смотришь, какие причины переноса и почему Комитет по экономике вносит такие предложения, то причин не видно абсолютно. Еще раз хочу сказать, вот мы сегодня должны определиться, во-первых, как мы будем дальше действовать по формированию перечни, насколько районы где-то просели здесь, как вы выражаетесь, или насколько недорабатывают они, где-то, может быть, мы недорабатываем, том числе, я имею в виду, Комитет по экономике, в целом обесполком. Поэтому надо отвечать на этот вопрос сегодня, в крайнем случае, в решении. У большинства людей, которые не понаслышке знают о таком понятии, как советская идеология, это слово вызывает зачастую не самые приятные эмоции и ассоциации. Если 10 лет назад к идеологам, недавно ставшего суверенным белорусского государства, относились с недоверием и скептицизмом, то сегодня идеологический актив заслуженно занимает прочное место в государственной политике и доказал эффективность своих усилий по экономической и политической стабилизации общества. За это время произошла оптимизация, переоценка функций идеологической работы, осознание значимости усилий идеологии. Главными критериями оценки эффективности работы идеологической вертикали по мнению руководства страны является участие в населении политических компаний, результаты социологических опросов на предмет доверия социальных и политических институтов белорусского общества, также вовлечения людей в деятельность конструктивных общественных объединений и политических партий, а также участие населения в культурно-расовых мероприятиях. Общая национальная идея, единые ценности и цели – эти аспекты воспитывают и создают сильную нацию с будущим. Страну, народ, который действительно можно назвать патриотичным. И такая сплощенность – важная составляющая экономической успешности, так как только совместные усилия дают ощутимый результат и позволяют с уверенностью смотреть в завтрашний день. Именно поэтому так важна работа каждого, кто занимается развитием нашей белорусской модели идеологии. Именно поэтому здесь не может быть случайных людей или тех, кто не хочет работать на результат. Задача идеолога, который является то ли замом по этой работе руководителя, то есть он исполняет все обязанности, но там надо ему как раз выстроить эту работу через руководителя, а руководитель там самый главный идеолог. Нельзя там разделить функции, например, идеолога, вроде отделить руководителя от функции, это самый главный идеолог. Жизнь готовит идеологу, и мы должны как раз и направлять тех людей, которые имеют, во-первых, сами прекрасно работают или работали когда-то, которые, например, выходцы с этого предприятия и были на хорошем счету, они так где-то не справились, мы говорим, давайте мне направьте замом по идеологии. И вот, вот, вот то, что мы не должны допускать. Анастасия Стропко, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите итоговую программу на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. Согласно статистике, во всем мире именно алкоголь является самой распространенной причиной тяжелых дорожных аварий. Человек, употребивший спиртные напитки, теряет координацию и объективность оценки дорожной ситуации. Поэтому многие в нашей стране введение закона, ужесточающего наказание за пьяный рандеву, восприняли положительно. Надеюсь, что это поможет сделать дороги безопаснее. К сожалению, далеко не каждый автовладелец готов следовать букве закона и, нарушив правила один раз, продолжает это делать, надеясь на знаменитая авось. На днях в городе над БУКом состоялось открытое судебное заседание по делу так называемых «повторников», которые, невзирая на то, что лишены водительских прав, сели за руль. Тему продолжит Виктория Драгобецкая. На днях трем обвиняемым суд Московского района города вынес справедливый приговор. Свою вину нарушители признали, а иначе и быть не могло. Все они не в первый раз сидят перед судебными исполнителями. И главной причиной в преступлении закона на этот раз оказалось непредалимое желание сесть за руль любимого железного коня, будучи даже в трезвом состоянии. Единственное, что помешало им безвозмездно колесить по городу, отсутствие водительских прав, которых они были лишены в ходе первых судебных заседаний. Все лица, которые сегодня пристанут перед судом, они были осуждены ранее судом за различные преступления, связанные с управлением транспортными средствами, состояние алкогольного опьянения, а одно лицо в связи с совершением дорожно-транспортного происшествия. По приговору суда они были лишены права управлять транспортными средствами, однако они нарушили данный запрет, что является уголовно наказуемым деянием. Отвести ребенку ключи, заехать на работу или вовсе прокатиться без видимой надобности. Так объясняли свое противозаконное поведение обвиняемые. Вся ирония происходящего состояла в том, что у всех троих не истек срок прошлого приговора. Это и не полностью уплаченный штраф, исправительные работы, не говоря уже о лишении прав деятельности, связанной с управлением транспортными средствами. К сожалению, ужесточение закона не для всех является веской причиной следовать букве закона. Даже в этом году, статья 417, которую мы сегодня рассматривали, у нас в суде уже рассмотрено 15 дел, уголовных таких. 317 прим – это управление повторно в течение года в состоянии алкогольного опьянения 22 дела. Это говорит о том, что, ну, в общем-то, даже не принимаемые меры такие жесткого характера, как по 317 конфискация, специальная конфискация транспортного средства, независимо от того, в чьей собственности находятся транспортные средства, ни штрафы, ни… часто мы применяем наказание в виде лишения свободы на людей, в общем-то, не действуют, и я не знаю даже, с чем это связано, потому что люди сами себя, наверное, не могут контролировать. Не менее плачевная ситуация и с теми, кто садится за руль в состоянии алкогольного опьянения. Таких гореискателей приключений не сналивает даже специальная конфискация автомобиля и лишение свободы в колонии общего режима, не говоря о внушительном штрафе и лишении водительских прав. На сегодняшний момент проблема пьяных водителей, она остается актуальной. Почему? Потому что, если мы берем из общей статистики погибших в дорожно-транспортных происшествиях, каждый пятый погиб по вине нетрезвого водителя. И если на сегодняшний день у нас задержано 2700 нетрезвых водителей, то, в принципе, 8% из этого общего числа составляют люди, которые повторно в течение года садятся за руль за управление транспортным средством. То есть их не пугает вообще никакая ответственность, и в том числе конфискация транспортного средства. К сожалению, часто, выезжая на дорогу, водители забывают о том, что несут ответственность не только за себя, но и за других участников движения. И, управляя автомобилем под шофе, надеются на пресловутый авось, который зачастую и приводит к печальным последствиям. Поэтому необходимо подумать, стоит ли ради нескольких метров передвижения на личном авто подвергать опасности здоровья и человеческую жизнь. Виктория Дрогобецкая, Дород Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Воспитание в молодежи сильного духа с помощью спорта – главная цель Олимпийского движения. Золотоносные чемпионы – это достояние любой страны, а быть участником Олимпийских игр мечтает каждый спортсмен. В преддверии Международного Олимпийского дня, который традиционно отмечается 23 июня, в Брестском центре Олимпийского резерва по гребле собрались учащиеся 15 спортивных комплексов для того, чтобы принять участие в конкурсе рисунков. Данное мероприятие носило образовательный характер, а главной задачей было продвижение олимпийских ценностей и идеалов, популяризация спортивного движения и привлечение молодых людей к регулярным занятиям физической культурой. Софья Бережная расскажет о том, как проходил начальный этап конкурса и что за ним последует. Конкурс рисунков, приуроченный к Международному Олимпийскому дню, отнюдь не спортивное мероприятие, но он сумел привлечь к участию большое количество юных спортсменов Бреста. Любители активного образа жизни попробовали себя в рисовании на спортивную тему. Портреты олимпийских чемпионов, известных спортсменов, а также изображения олимпийской символики – все это нашло отражение в детских рисунках. Конечно же, традиционно детям привычно, занимающимся спортом, соревноваться на беговых дорожках, в своих видах спорта. Они здесь себя уверенно чувствуют, но вот мы сегодня хотели проверить, что они у нас знают об олимпийском движении, как они образованы в этом направлении. Поэтому предложили им нарисовать, как они понимают, наше олимпийское движение в Беларуси. Главным местом, на котором развернулось действие, стала площадка перед спортивным комплексом. И это не случайно. Помимо рисунка на бумаге, организаторы встречи предложили ребятам сделать рисунки на асфальте. Еще одним видом детского творчества стало создание олимпийского панно. Важной особенностью конкурса было строгое ограничение во времени. Мы участвуем в этом конкурсе с большим желанием. Хотим сказать всем, что спорт – это самое главное в жизни, что наши олимпийцы – это наш стимул заниматься спортом, чтобы все дети были здоровыми, красивыми, как наши олимпийцы. Посмотрите, какие они были на педесталах в заглядении. Международный олимпийский день – традиционное событие, приуроченное ко дню основания Международного олимпийского комитета. В его честь в нашем городе ежегодно проводятся различные мероприятия и праздники, направленные на привлечение как можно большего количества участников в стилю распространения олимпийских идей. Мы рисуем наших победителей на Сочинской олимпиаде. Мне очень нравится, мне кажется, что такие мероприятия должны проводиться как можно чаще. Это вообще здорово. Мне нравится участвовать в этом конкурсе, потому что тут много интересного. Ты рисуешь яркими цветами и хочешь победить. Организованный в этом году конкурс рисунка, который объединил юных спортсменов – наглядный пример того, что эта дата находится в особом почете как у взрослых любителей активного образа жизни, так и у совсем юных. Завершающим аккордом мероприятия стало торжественное награждение победителей и медалями, дипломами и памятными подарками. Софья Бережная, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрели итоговую программу БУК-Информ, и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БУК-ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу БУК-Информ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные, актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Продуктивных вам выходных дней с добрыми новостями. До встречи в эфире. Последующие двое суток ожидается. 22 июня с юга Скандинавского полуострова на территорию страны переместится система фронтальных разделов. Будет преобладать дождливая и прохладная погода. Местами грозы. Температура воздуха минимальная ночью 11-13 градусов со знаком плюс. Днем столбик термометра поднимется до отметки в 15-17 градусов выше нуля. 23 июня погода обусловит неустойчивые воздушные массы, смещающиеся с юга Балтики. Ночью и днем осадков не ожидается. Ветер западный умеренный. Температурный фон ночью составит 10-12 градусов тепла. Максимальная температура днем 15-17 градусов выше нуля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok